Всем привет! Вы слушаете 17 выпуск из Декаста, подкаста о разработке по его окрестностях. С вами в этой виртуальной студии по-прежнему я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Михаил Пожедаев, координатор проекта Lurane, активный участник разработки дистрибьюов AltLinux Hammeros. Миш, привет! Здравствуйте! Всем привет! Миш, я вот и знаю, что ты из славного города Северск. Это где-то в окраинах Томска. Расскажи вообще, как там происходит и кипит активно, и активна ли айтишная жизнь? Ну, город Северск – это замечательный город, прежде всего. Действительно, да, это окраина Томска, можно сказать, что это пригород Томска. Ну, в общем-то, никакого сильного ощущения большой отстраненности от активной жизни здесь не ощущается. Здесь хорошо работает, город тихий, спокойный, здесь много парков и лесов, для которых можно бродить. Но при желании, если хочется выбраться куда-нибудь для активной деятельности в Томск, то, в общем-то, это легко сделать. А в Томске айти-жизнь, вообще говоря, она довольно бурная, потому что в Томске есть особая экономическая зона, здесь масса разговоров про всякие инновационные кластеры и прочие технологии. Поэтому здесь есть о чем пообщаться, с кем познакомиться и так далее. В частности, вот, если требуется для примера, в сентябре прошлого года здесь, в нашей особой экономической зоне проходил саммит, и мы демонстрировали нашу систему, мы демонстрировали Люрейн гостям, и группу гостей возглавлял губернатор Токио, и, в общем-то, для нас это было большое событие, поэтому, несмотря на то, что это, конечно, Томск абсолютно не столичный город. Есть, так сказать, чем похвастаться, я понял. Ну да, то есть, так или иначе, у нас здесь бывают гости, и определенная жизнь здесь есть. Ну и потом, Томск это же город студентов. Я не помню точную цифру соотношения студентов в Томске. В сравнении с общим населением, но оно здесь значительно выше, чем в городах России. Поэтому город молодой, кстати, вот когда господин Масудзоя приезжал в Томск, он отметил, что ему нравится видеть большое количество именно молодых людей, которыми забиты улицы в Томске. Поэтому Томск город живой, есть какие-то чуть более старинные райончики. Ну понятно. Ты, кстати, я так понимаю, тоже окончил как раз-таки Томский государственный университет, даже защитил диссертацию, то есть кандидат технических наук. Ну расскажи, давай, наверное, начнем в начале, как вообще, в принципе, ты пришел к Линуксу, и когда у тебя первое знакомство было с ним, как все сложилось? Первое знакомство с Линуксом произошло у старших классов школы. Для меня это был, если я не ошибаюсь, десятый класс. Разумеется, я это увидел впервые на компьютерах своих друзей. Я еще очень хорошо помню, что у нас в той школе, в которой я учился на тот момент, была задача сделать соединение с интернетом через радиоканал. Там на крыше поставили антенну, и был рутер, и была задача, вот, собственно, настроить соединение для всей локальной сети, которая была в школе. И я хорошо помню, что пришел очень опытный человек, для меня это был, да, где-то, может, десятый класс, пришел опытный человек, и буквально из чуть ли там не 486 или первого Pentium на Slackware выпилил рутер, который очень неплохо работал. Я, конечно, тогда, ну, для меня это было тогда вновилку, я не знал, конечно, что такое Slackware, но я просто впервые увидел, что есть какая-то альтернативная система, и стало это мне очень интересно. Я понял, что это существует, и в умелых руках это приобретает, весьма интересные формы. Затем Linux поставили мои друзья, мои близкие друзья, с которыми я до сих пор активно общаюсь, мы продолжаем дружить. Они освоили это чуть-чуть пораньше меня, ну, а я потом это все вот так вот увидел, и, конечно, поскольку я уже чувствовал, что моя жизнь, она так или иначе будет связана с IT, и для меня вот произошло вот это вот знакомство. А как ты попал вообще в AltLinux и начал как-то принимать там какое-то участие? Как вот это все? AltLinux это было уже немножко позже. Во-первых, то есть если я учился в старших классах, то это, значит, 98-99 год. Если я правильно понимаю, AltLinux как такового пока тогда еще не было. То есть общение с AltLinux в активной форме стало появляться где-то году только уже в 2001-2002, а зрение-то я как раз для меня такой наиболее проблемный этап был в плане проблем со здоровьем где-то как раз в 2001 год. Это был очень сложный такой, конечно, не очень приятный для меня период, но все началось с книги, которую мне кто-то, я тогда не мог, конечно, у меня не было никаких технических средств получать информацию самостоятельно, то есть мне что-то читали, читали родители, сестра, друзья, им попалась книга. Я хорошо помню, что это была книга Алексея Федорчука. В общем-то этот человек, он как автор литературы про Линукс в России довольно известен, и впоследствии мы с ним даже познакомились, и я ему признался, что на такой... На его книгах вырос, можно сказать. Ну да, то есть вот, и если говорить конкретно, то слово Альт Линукс впервые я узнал из его книги. Я узнал из его книги, а дальше все было довольно просто, потому что выяснилось, что это живое сообщество Альт Линукс. Все традиции Альт Линукса, которые заложили с самого начала Алексей Смирнов, Алексей Новодворский, они изначально предполагали предельную открытость, то есть все каналы общения с ними были всегда очень открытыми, ну и я получил возможность с ними общаться вот такого даже, несмотря на удаленный регион своего проживания. Ну а когда есть повод для общения, когда вот есть эта открытость, это, собственно, все и решило. А дальше, дальше уже вот начались технические поиски. В 2002 году я восстановился в университете, то есть в 2000 году поступил, потом ушел в Академию, два года был в Академии, в 2002 восстановился, и восстановился уже не Линуксоидом, а Альт Линуксоидом конкретно, и вот уже там-то все было совершенно по-инному. Ну и, разумеется, до того момента, надо признаться, что Windows продолжал находиться, был установлен на моем компьютере, от Windows полностью, я точно помню, избавился в 2005 году на своем третьем курсе. Вот, то есть до того момента Windows продолжал у меня оставаться, но когда я просто прикину, как имеющимися на тот момент техническими средствами решать те задачи, которые со мной возникали, которые для меня возникали в процессе обучения, я понял, что вообще говоря, конечно, это сложновато. Но это было действительно сложновато. У меня был в ходу ноутбук, тогда я точно хорошо помню, мне надо было программировать на C++, и я открыл тогда Visual Studio 6.0, я точно все хорошо помню. Да, несмотря на то, что Visual Studio 6.0 на тот момент, а, значит, была Visual Studio 6.0, там потом была, уже, по-моему, появлялась Visual Studio.net, значит, Visual Studio.net, я тогдашними средствами не смог даже проект создать, меня это вообще просто убило. То есть интерфейс Visual Studio 6.0 не позволял мне даже создать проект. А пришлось откатиться... Ой, Visual Studio... Да, в .NET не получалось создавать проект, пришлось откатиться на 6.0, ну и в 6.0 я, конечно, получил полный комплект удовольствия, работы в оконном интерфейсе, потому что, ну вот если быть вообще конкретно, я вот помню, что там в 6.0 Visual Studio, где слева на экране там есть три вкладочки, которые отображают три разных дерева, там список файлов, что-то подключено к проекту, список нас и так далее. Значит, горячими клавишами переключать эти вкладки было нельзя, и надо было по особому заклинанию на клавиатуре переключиться в режим эмуляции курсора мыши, потому что незрячие люди, в общем-то, с мышью работать не могут, уйти вниз, нащупать вот переключатель этих вкладочек и симулировать нажатие левой кнопки мыши. Ну, вообще говоря, это все... Просто фантастика вообще, да. Вообще все это выглядело, ну, просто абсолютно несерьезно. Я не знаю, сейчас, конечно, вот я просто по опыту тех дискуссий, которые вот... А, и, кстати, этот рецепт, этот рецепт мне выдал тогда один из опытных российских программистов, незрячих, который вот занимается этим постоянно. Потому что в 2002 году у нас еще проходила олимпиада для людей с ограниченными возможностями. Я познакомился там с опытными людьми, с профессионалами, которые занимаются этим профессионально и знают все хитрости. И вот я когда спросил, я говорю, а что же мне вот делать для того, чтобы переключить вот в управление проектом вот эти вот вкладочки. Вот он мне выдал рецепт, что нужно эмулировать действия мышью, вот так вот их там по особому заклинанию туда добраться и сымитировать нажатие левых нот. Я понял, что вообще говоря, конечно, это мрак. Это мрак. И поскольку на тот момент уже увлечение линуксом оно тлело, там другая группа людей мне помогла. На тот момент самыми активными разработками в этой сфере в России владел Игорь Порецкий. То есть его опыт, конечно, был тогда перенят. Но так или иначе мне пришлось там кое-что самому подготовить. То есть я тогда сделал свой собственный речевой сервер. Мне пришлось научиться компилировать EMAX-FIG. Русский речевой синтезатор я брал из комплекта поставки Игоря Порецкого. Ну, то есть там была такая хитрая комбинация и готовых компонентов, и компонентов, которые я подготовил самостоятельно. Но в конце концов получилась среда. Она, конечно, получилась не такая, чтобы уж прямо очень презентабельная, но факт остается фактом. Она позволяла в себе программировать в 10 раз быстрее, чем я это делал в Windows. Все. Это был, вообще говоря, конечно, просто приговор всем моим дальнейшим отношениям с Windows. Вот. И впоследствии, там на втором курсе у нас еще нам требовались лабораторные по MATLAB. То есть MATLAB в Linux. Ну, я не интересовался его альтернативами. То есть вот на втором курсе я еще позанимался в Windows, а с третьего курса я уже понял, что Windows мне не нужен. Да, Windows мне не нужен. Я программировал. Я у меня стандартный, два стандартных языка для всех лабораторных работ были C++ и Java. Работал я в них быстро. Так. Ну, C++ был точный. Java, может быть, не совсем. Java, может быть, чуть позже появилась, но, в общем, не принципиально. Ладно. Да. И все. Собственно, на этом все стало аккуратно перетекать в Linux. Когда речь зашла о том, чтобы писать курсовые дипломные работы, то есть о том, чтобы подготавливать какие-нибудь печатные материалы, обнаруживая, что, оказывается, в Linux есть тех, что в техе можно писать документы, и более того, не просто можно писать документы, я могу это делать практически самостоятельно. То есть здесь ключевой момент в том, что я мог работать самостоятельно и довольно быстро. На освоение тех, я не помню, сколько мне времени потребовалось, ну, не так уж и много. Я понял, что, зная определенные правила, я могу, вообще говоря, многое делать без посторонней помощи, причем довольно эффективно. Вот. Поэтому вот это было, это были, это были, так сказать, может быть, истоки всех тех разработок. Все это развивалось. Конечно, там пришлось поставить огромное количество, не то, что прямо экспериментов, но предпринять различных попыток. Ну, как там наладить все это, связать в некое единое целое, да, наверное? Да, да. То есть там проблем на тот момент, конечно, было вообще кошмарно много, потому что все это развивалось очень медленно. Во-первых, я не мог, конечно, занимать, уделять очень много времени всему этому, потому что я был студентом, потом аспирантом, приходилось постоянно вести работы исследовательские для написания диссертации. И вот прямо конкретно вспомогательными технологиями я занимался поскольку, ну, как бы занимался совершенно точный. Ну, и вот уже где-то к году в 2007, когда я уже получил диплом и перешел в аспирантуру, разумеется, ко мне обращались люди, которые говорили, ну, хорошо, говорит, получилось, а можешь ли ты то же самое вообще в свой опыт распространить на опыт других людей. Там был принципиальный момент в том, что обучаясь на техническом факультете, скорость моей работы, она была ниже скорости студентов, с которыми я учился. То есть, если, может быть, для гуманитарных факультетов это не фантастика, хотя там, может быть, своя специфика. То есть, при обучении на техническом факультете, факультете информатики и в аспирантории я работал с такой же скоростью, абсолютно нормально, как это делали все окружающие меня люди. Частности, поступив в аспирантуру, я защитился ровно в срок. То есть, где-то в 2007 году. Ну, то есть, через три года как бы как раз это... Да, ровно как положено через три года. То есть, никаких у меня задержек не было. То есть, никто никогда там не обсуждал вопрос, что вот ему там, наверное, надо какие-то особые условия. Поблажки, еще что-нибудь, да, такое. Оценивать такое, Это все никогда не обсуждалось. То есть, я работал в тех правилах, в тех сроках, которые были установлены для всех, и, разумеется, мне стали задать вопрос. Ну, вот, да, значит, так или... Понятное дело, что, конечно, мне много и помогали окружающие люди, в принципе, человек без зрения, без помощи окружающих людей обойтись невозможно, какими бы не были технологии, но был некоторый опыт, и, конечно, задавали вопрос, нельзя ли все то же самое обобщить, а распространить на других людей. И вот в 2008 году мы тогда вот уже при активной поддержке со стороны Альфлинукса затеяли проект Альфлинукс Хомерос, который, вообще говоря, просто обобщал все то, что удалось сделать. У него, то есть, это была, это был дистрибутив Линукса, он работал, прежде всего, конечно, на базе текстового редактора GNU-Limux с дополнением MaxPick, которым я активно пользовался на тот момент. У него там была масса недостатков, они, может быть, до сих пор у него есть, но важно, значит, первое, что у него была своя собственная программа установки, то есть, установить ее систему на жесткий диск с ISO-шки я мог самостоятельно, ну, разумеется, при условии, что кто-нибудь... Подсказал, там помогал, то есть, или нет, ну, переключить загрузочные устройства в BIOS-е, там, в принципе, человек не может в принципе. Да, то есть, если эту настройку надо менять, то тут, конечно, надо кого-то разочек позвать, но в принципе, ее можно держать и такое, что в конкретный момент менять нельзя. Вот, если система загружалась, если ISO-шка загружалась с флешки или... Ну, или с диском. С диском, да, то все дальнейшие действия можно осуществлять полностью самостоятельно. Вот, и это у нас с Вальдиной Хамерос уже работало, и в принципе, для меня это было, конечно, колоссально, то есть, благодаря этому у меня была колоссально развязанная рука. У меня есть флешка, такая резервная, то есть, если у меня что-то не так, я всегда могу с нее загрузиться на ноутбуке, на компьютере. то есть, всегда есть очень хорошая подстраховка для того, чтобы восстановить свою систему. Что-то произошло не так, то есть, я с флешки загружаюсь, могу посмотреть жесткий диск, как отказал, посмотреть у него смарт, проверить правила системы, ну, в общем, все что, обычно. Слушай, ну, вот, все-таки, наверное, немножко так акцентировать внимание, все-таки, вот, чем принципиально, ну, понятно, что там, да, графические интерфейсы, для там слабовидящего человека, там, мышка, не управление, вот, всякие интерфейсы, которые там удобны, они основываются на чем? Это голосовое управление, то есть, из каких таких базовых блоков, в принципе, состоит, вот, как бы, строится система? Ну, смотри, давай вот, если вот, начнем с самых, с самых, самых простых деталей, вот, когда зрячий человек работает на компьютере, он видит картинку на мониторе, верно? Ну, конечно, да. Да, он видит картинку на мониторе, когда незрячий человек работает на компьютере, он всегда работает с картинкой не на мониторе, а с картинкой в своей голове, то есть, он всегда держит в голове некоторое представление о своем рабочем пространстве, и, либо при помощи речевого вывода речевых синтезаторов, либо при помощи бралевских дисплеев, он, так сказать, обновляет эту свою картинку в голове. Значит, если же человек работает в обычной оконной системе, если он работает в Windows, то фактически это означает, что его картинка в голове должна полностью отражать содержимое экрана. то есть, вот просто такое, как оно есть на экране, со всеми окошками, нюшками. Ну, понятно, да. Вот. Первое, значит, ну, во-первых, полностью получить эту информацию, даже при самом, при самом совершенном экранном ЧТЦ, он, в принципе, не в состоянии. Вот этого не может быть никогда. То есть, какой бы ни была бы развитая технология, стопроцентное представление об экране незрячий человек никогда не получит. Это даже не говоря о том, что есть определенная категория людей, ну, вот, например, дети, которые бы, которые незрячие от рождения, не говоря о том, что им вообще, в принципе, тяжеловато вот объяснить вот это вот. Не представляешь? Ну, я понимаю, что они никогда этого не видели, они как бы, им надо все домещать шеподром, что это там круглый, квадратный, для им даже это непонятно, что значит круглый, что квадратный. Они не понимают, например, что такое цвет. Ну, то есть, у нас есть куча цветов, они, может быть, слышали их название. Ну, что это такое? Ну, да, да. Это невозможно объяснить. То есть, если человек еще потерял зрение в каком-то таком сознательном возрасте, когда он все это видел, ну, это еще куда не шло. И то. Значит, ну, первое, то есть, человек полностью получить представление не может. И даже проблема составляет не то, чтобы понять, что там на экране есть, а нередко проблема расставляет то, чтобы убедиться в том, чего на экране точно нет. То есть, потому что знать о том, чего на нем точно нет, это не менее важно, чем... Ну, да, конечно, что-то исчезло или наоборот появилось, очень важно. Ну, это первое. То есть, второе, это, конечно, метод взаимодействия. Зрячие люди что-то, вот мышки, то есть, эти все оконные системы, они по определению координатно привязаны, все рабочие объекты, они идентифицируются прежде всего по положению на экране. Минюшки, значки и так далее, все галочки, они идентифицируются положением на экране, это два. То есть, у нас нет достаточных методов управления. Третье, значимая информация все-таки передается через визуальное представление. Ну, вот, любимая тема, которую я иногда заложу, это выделение текста. То есть, вот, чтобы человек понял, какая часть текста в текстовом поле выделены, он видит выделение другим цветом. Ну да, да. Вот. Он видит выделение, то есть, знаете, человек эту информацию, в общем-то, не получает. Поэтому все это приводит к тому, что вот это вот, что человек не может сосредоточиться на тех рабочих объектов, которые, собственно говоря, представляют его, суть его работы, но голова забита тем, что надо как-то, вообще говоря, сориентироваться в том окружении, в котором он находится. Что происходит в Лурейн и, собственно, с чего мы начали использовать активный опыт и Макс Пика. Значит, если в тех же терминах рассуждать... Давай, сейчас, извин, перебью, давай вначале скажем, что, в принципе, Лурейн – это операционная система, которая предназначена как раз-таки для людей с ограниченными возможностями, да, то есть там переработан интерфейс, вот, и именно нацелена на то, чтобы дать возможность людям с каким-то слабым ограниченным зрением, пусть там неполноценно, но, по крайней мере, наиболее комфортно как-то взаимодействовать с... Ну, более комфортно, чем это было возможно при использовании экранных стецов, установленных поверх... Обычные там, да. Значит, фактически, если в тех же терминах рассуждать, то мы работаем над тем, чтобы вот эта вот картинка в голове человека оказалась бы предельно простой. То есть так, чтобы она хранила только ту информацию, которая, во-первых, доступна для восприятия незрячего человека, а, во-вторых, которая только непосредственно связана с представлением его рабочих объектов. Значит, откуда... Идея, сама по себе идея не нова. То есть, тут это... Не надо думать, что это какое-то большое наше изобретение. Конечно, это не наше изобретение. Истоки попытки подобных систем предпринимались и ранее. То есть, я вот знаю, три проекта, как минимум, которые пытались развивать это направление. Но вот с Gnuimax, с текстовым редактором, получилось интереснее всего. Ну, как известно, у нас Gnuimax, это не совсем текстовый редактор, это чуть ли там не рабочий, не рабочий. да. Но что сделали авторы Gnuimax? То есть, там можно файлами управлять, там можно читать почту, короче, там очень много чего можно делать. Они прикинули, у них есть только текстовый редактор. Вот, в принципе, у них есть текстовый редактор, стоит задача, значит, из этого текстового редактора надо научиться делать все остальное. И, как ни странно, ну, конечно, совсем все они делать не научились, но они научились делать очень многое. И, фактически, вот этот вот опыт, он оказался очень полезным, но они, конечно, не думали, что текст, что навигация по тексту, это механизм, вот, наиболее понятно, незрячему человеку. Когда они проектировали свое свое поведение, они не думали про то, что это окажется очень интересно для незрячих людей. А навигация по тексту, она для незрячих человек, это самый понятный способ получить информацию, потому что по тексту действительно передвигаться очень легко, то есть стрелки вверх-вверх-вниз они перемещают по строкам, вправо-вправо. Ну и понимаешь, что произошло? Получилось то, что оказывается авторы гнунимакса и вот впоследствии дополнения имаксвит, они доказали, что колоссальное число самых различных задач можно решить, представив их в текстовом виде, то есть представив объекты, сделав объекты доступными через навигацию по принципу навигации в текстовом файле. Этот опыт, вообще говоря, он просто превосходный, то есть фактически, ну я не знаю для кого как, но для меня, когда я вот так все это осмыслил, я понял, что вообще, это колоссальная находка. Это колоссальная находка и, конечно, те авторы имаксвика, которые его разрабатывали, то есть это имаксвик, это дополнение поверх мимикса, которое содержимое именно текстовой части редактора цитирует в речь и передает в речевой синтезатор. То есть он сам имаксвик, то есть никаких полезных прикладных приложений не содержит, то есть там нет почтовика, ничего такого. Он просто то, что живет внутри гнуимикса, он транширует в речь. И все вот этот опыт мне показался очень интересным. Вообще говоря, конечно, помимо того, что это интересно в принципе, это именно то, что позволяет сделать работу на компьютере быстрой. Потому что пока человек будет воевать с оконным интерфейсом, он будет тратить на это время. Когда я работаю в имаксе, я делаю это быстро, потому что у меня голова, она освобождена для непосредственной работы. То есть я хорошо, во-первых, понимаю, что происходит. У меня есть доступ во все части рабочего пространства. всегда могу убедиться в том, что там есть и чего там нет. Потому что навигация по тексту не оставляет никаких лазей для того, чтобы что-нибудь спрятать. К примеру, когда человек работает в Windows в оконной форме, то там нажимая «тап», можно прыгать табуляцией по активным следующим элементам формы. То есть прыгает так называемый фокус. Но в общем-то понятно, что фокус прыгает далеко не по всему тому, что он на экране находится. Снизу окна может находиться какое-то текстовое уведомление, на котором фокус не останавливается. Если человек знает, что оно там есть, это текстовое уведомление, в теории он может воспользоваться эмуляцией курсора, эта фича есть в большинстве оконных птицов, и попытаться нащупать этот текст и его разобрать. Надо понимать, что надо как минимум предполагать, что на экране есть нечто такое, на чем не остановился фокус. А если ты попрыгал, и тебе не пришло в голову подозрение, что там есть что-то такое, на чем ты не остановился, и ты просто не понял, или ты получил, сформировал какое-то свое представление, а оно на самом деле в корне неверно, потому что там какая-нибудь подсказка снизу, в принципе, меняет всю суть поведения этого окна, ну и так далее. В общем, с гнуивоксом всех этих сюрпризов никогда не было, то есть там никаких неожиданностей, и в принципе этот опыт он мне позволил, ну он был для меня решающим в плане получения высшего образования и аспирантуру. Вот. Ну и какие наработки оттуда, вот вы как в Лурейн, что вы применили, что вы как сделали? Значит, с гнуивоксом есть несколько больших проблем, то есть когда мы сделали Хомерос, и вот где-то с 2008 по 2012 год, я вот, например, был убежден, что сейчас мы этот опыт распространим и научим всех людей. Ничего не получилось, ну не то, что совсем ничего не получилось, количество людей, которые это заинтересовались, было не таким большим, ну там, может быть, там, чуть более там, десятка, в лучшем случае, мы можем говорить про несколько десятков людей, что, конечно, уничтожено мало. Проблем оказалось несколько. Во-первых, IMAX, он, конечно, очень хороший, но он все равно только текстовый не туда. Днем нет ни понятия приложения более-менее состоятельного, днем нет хорошего механизма защиты от некорректных действий пользователя, потому что, поскольку текстовый редактор в одном движении не туда, оно элементарно загрушает всю работу. Впоследствии выяснилось, что обилие английского языка в IMAX для многих людей является большим препятствием. Еще потом выяснилось, что конфигурировать систему с криптами на Lispy тоже не всем дано. Да, и на самом деле в этом плане я не знаю, может, это смешно звучать, но будучи программистом я не сразу подумал, что на самом деле конфигурировать систему на Lispy это не очень комфортно, но оказалось, что это хорошо, а оказалось, что на самом деле нет, конфигурировать надо какими-то более простыми механизмами. Вот, ну и все, конечно, все это привело к тому, что когда предлагалось человеку поработать в Хамеросе, все это вызывало купю вопросов, то есть и даже вот концептуальные преимущества, они не были настолько ценными, чтобы вот люди их поняли, просто в силу того, что какие-то элементарные технические детали реализации, они вот не позволяли всем вот этому посвятить. Вот, то, что было с Lurane, это фактически просто уже попытка вот эту вот концепцию сохранить, но все переорганизовать совершенно по-иному. Lurane, во-первых, он целиком, то есть вся эта концепция, она целиком переписана на Яве, то есть это все живет внутри виртуальной машины на Яве, это может запускаться где угодно, это может запускаться на Windows, на MacOS, это может запускаться в нашей родной среде, на Linux, в качестве полезных, то есть библиотек, которые выполняют полезные функции, мы берем всю ту массу кода, которые для Ява опубликованы, для Ява опубликованы просто сезонимическое количество библиотек, самых разнообразных, и работа свелась к тому, что мы подготавливаем ведро системы, которая, собственно говоря, позволяет организовать вот этот метод взаимодействия незрячего человека с сохранением всех тех достоинств, которые в UX удалось наблюдать, но уже на настоящем хорошем промышленном уровне, то есть с человеческим языком, с нормальной поддержкой национальных стандартов, с полной защитой от некорректных действий пользователей, есть понятие приложения, есть библиотека классов, которые, так сказать, имитируют поведение различных элементов управления, то есть все элементы управления, которые так или иначе встречаются в приложениях, текстовые поля, формы, списки, таблицы, деревья и так далее, фактически у нас все это оформлено в виде понятных классов вполне конкретным, даже строгим дизайном и все это вот оформлено в нечто единое. Если человек желает, то есть он может запустить и на Windows, если ему Windows не очень интересен, он может воспользоваться той средой, которую мы предоставляем на базе ядра Linux. И вот когда мы все вот это вот прикинули, выяснилось, что на самом деле простора все это открывает, чисто для дальнейшего развития и расширения очень много. Во-первых, с чего можно начать. Во-первых, у нас мы можем теперь говорить о том, что есть платформа для создания приложений конкретно для незрачих людей. Вот есть у нас сейчас определенная модная тенденция. Те сервисы, которые в интернете доступны, в браузере, через браузер и так далее, они помимо веб-интерфейса они все имеют, ну, большая их часть имеет клиентов на мобильных устройствах. Правильно? Ну, какие-то IP-ды, конечно, есть у них. Ну, да, то есть вот в любом случае всех этих всех если ты посмотришь содержимое там Apple App Store или Google Play, то там масса приложений, которые пишутся конкретно с целью обеспечить доступ. Чего-либо похожего для незрачих людей никогда не существовало. Подготовив библиотеку классов, подготовив среду наяву, фактически мы до некоторой степени даже начинаем решать задачу разработки платформы для конструирования приложений адаптированных для незрячих людей, причем вот обратив внимание тут принципиальный момент, разрабатывать эти приложения могут люди, которые не имеют абсолютно никакого опыта в сфере вспомогающих технологий. Представь себе ты, вот скажем условно какая-то корпорация, у тебя есть определенный сервис в сети, ну не имеет значения, что это комплект, пусть там это социальная сеть, пусть это протяжная система и так далее, значит ты подготовил множество различных клиентов, и вот твоя цель непредельно приблизить доступность твоего сервиса ко всем возможным потребителям, разумеется, ты сделал приложение и для айфона, и для андроида, ну вот, а незрячих людей очень много, ну их реально очень много, их такое количество, что мало не покажется, значит, веб-интерфейс, да, возможно, но тоже со своими оговорками, значит, пользоваться клиентами, которые на айфоне и андроиде тоже можно, но оговорок еще больше, потому что там сенсорный дисплей и с ним, конечно, его, конечно, тоже можно приспособить, но это есть люди, которые это делают, но все равно то есть про не всем это доступно, а мы со своей платформой, мы дадим точное конкретное обещание, что если ты воспользуешься нашей библиотекой классов, а воспользоваться ей может ну просто абсолютно каждый желающий, что такое текстовое поле или там таблица, в общем-то, и так понятно, то есть, если ты подготовишь клиента для своего сервиса на нашей библиотеке классов, то первое, мы, во-первых, гарантируем, что незрячие люди поймут, как это этим полиция, второе, что это будет в предельно комфортном для них виде, то есть в том виде, который максимально адаптирован для их восприятия, без всяких оговорок вот про то, что там есть какие-то вещи нужные, какие-то ненужные, понятно, здесь только все строго для них, и третье, то, что это будет доступно для них везде, если у человека уже есть компьютер с Windows, он просто выльет Lurane и запустит твое приложение на Windows, если уже у него ничего нет, он поставит нашу среду на Linux, если у него есть маленький ноутбук, то Linux в него может подходить чуть лучше, но на настольном компьютере все-таки Windows пока что доминирует, поэтому фактически это целое новое направление, а поскольку этих людей очень много, то для тебя, во-первых, это расширение аудитории, это в зависимости может быть от того, что в зависимости от активности твоих мероприятий по продвижению, то есть ты в принципе вполне конкретно можешь расширить свою аудиторию, это первое, а второе, вообще говоря, у нас же есть сервисы, которые в принципе подразумевают равный доступ к ним, ну например, электронные государственные услуги, это моя вообще любимая тема. Ну-ка, расскажи, кстати, вот как раз таки хотел, знаешь, в этом контексте спросить, а насколько вот в принципе вот какие-то такие действительно там большие, может быть, какие-то государственные вот такие те же самые электронные услуги, да, там, не знаю, госуслуги приспособлены для людей, то есть я как-то вообще вот даже, может быть, в ретроспективе, да, что было там 10 лет назад, что-то изменилось, какой-то прогресс компаний крупных, кто-то начал внедрять какие-то более инструменты? Знаешь, я знаю, что, я видел в интернете сообщение, что в 2011 году, в 2011 году из сообщества незрячих людей были представители, которые принимали участие на встрече с Дмитрием Медведевым, который на тот момент был президентом. Кто-то из участников этой встречи когда сказал, что на сайт электронных госуслуг через веб-браузер он не может даже залогиниться. То есть, фактически, если эта информация верна, ну, я просто когда-то интересовался, я ее в интернете видел, то есть, если я все помню правильно это, в момент 2011 года можно воспринимать как полностью нулевую отметку. То есть, если на сайте электронных государственных услуг нельзя было даже залогиниться, то в принципе можно считать, что нельзя было делать вообще говоря ничего. Значит, браузеры у нас некоторый уровень доступности они обеспечивают. Это нельзя отрицать. Ну да, но тут вопрос в том, что насколько ли задумываются ли именно разработчики самых веб-приложений о том, чтобы внедрить в себе эти технологии, это и Арея, рейч там и так далее, вот эти все штуки. Тут возникает масса мяса. Во-первых, даже при том, что браузеры доступны, работает все это, ну вот если спуститься к реалиям, то во-первых, конечно, это работает все нестабильно для опытных пользователей и вообще говоря, далеко не так уж понятно для неопытных. Потому что если мы говорим про передовую молодежь, которая, ну, которого, значит, освоила для себя компьютер, освоила для себя вспомогательные технологии, вот, ну, знает вот уже как работать в тех или иных ситуациях, как вести, какие есть хитрости и как в конце концов победить оконный интерфейс вот в тех условиях, в которых есть. Вообще, все равно же этих людей, что это люди не все, те, которые есть в сообществе. Потому что люди уже среднего пожилого возраста просто так сориентироваться не могут. А доступ к тем же самым электронным государственным услугам должен быть по определению равным. То есть, притом, я не отрицаю возможности сделать, возможности выполнять определенные действия в настоящий момент с браузер, но я абсолютно не согласен с тем, что это может тендовать на массовое понятное доступное всем решение. И даже если кто-то вот, ну, если кто-то хочет устроить поемнику, что на самом деле не нужно всех вытаскивать из браузера, то я задам законодательный вопрос, а почему не нужно вытаскивать из браузера, когда вообще говоря, у нас тренд, так или иначе, все равно на вынос браузерной функциональности доступа к сервисам на мобильные платформы. У нас все равно идет тенденция к тому, чтобы приближать доступность веб-сервисов через мобильные платформы. Это точно не я придумал, это фактически до некоторой степени мы вообще наблюдаем бум этих мобильных приложений. Поэтому незрячие люди вообще говоря, они, конечно, точно так же имеют право получить инструмент, который будет точно так же давать доступ по имеющимся эффектам ко всем этим сервисам и в форме, в той форме, которая наш проект гарантирует, что эта форма, она ну, ладно, давай так, мы не будем давать там жесткие гарантии, но фактически вообще я все-таки рассчитываю на то, что это будет, что с этим сможет работать любой человек, будь то бабушка, дедушка, пожилой человек, с компьютером работающая, не работающая, это если это ребенок, значит, рожденный зрячим, рожденный незрячим, просто этот интерфейс, он так конструируется, что он сразу всю информацию все-таки предоставляет в форме, которая сразу адаптирована для незрячего человека. Ну, впоследствии, конечно, то есть, там, можно еще поэкспериментировать, вообще говоря, я уже проводил эксперименты, то есть, я предлагал людям садиться в лирейн, вот абсолютно безо всяких комментариев. Вот компьютер, то есть, стрелки надо показать, конечно, на клавиатуре, ну, какие-то клавиши. Вот, кстати, очень интересно, так сказать, какие-то результаты. Да, все эти эксперименты, которые я проводил, все были более-менее нормальными. да, там, конечно, я на словах давал какие-то комментарии, что есть, значит, главный меню в системе, что есть понятие приложения, между приложениями по Alt-Tab надо переключаться, значит, Tab, это тоже прыжки по рабочим объектам, но люди, которые не обладали более-менее то сколько-нибудь большим опытом в работе, они в Люре не терялись. то есть, они, в принципе, за определенное количество попыток могли бы там разобраться. Поэтому, понимаешь, фактически говоря, вот из этой всей системы, из этой всей системы, ну, из всей этой комбинации, вообще говоря, мы можем охватить очень большое количество самых разных задач, которые вот существуют вообще в этой сфере. Значит, ну вот, скажем, на вопросе платформы мы остановились, то есть, у нас мы можем предложить платформу для создания адаптированных приложений. Это первое. Второе, все-таки, я считаю, что использование экранных чтецов в оконных системах, если на персональном компьютере туда-сюда еще с этим можно мириться, мириться с этим на ноутбуке, по-моему, невозможно. Конечно, люди пользуются ноутбуками, но опять же, вот представь себе, ты едешь в автомобиле, там, в окружении друзей, все галдят, машина трясется, ты болтаешь, тебе надо на ноутбуке, ты сидишь параллельно работаешь на ноутбуке. Когда ты работаешь с Windows, в Windows, ты, ну, вообще говоря, это просто издевательство над человеческой личностью, потому что, мало того, тебе мышка недоступна, ты не можешь более-менее полноценно даже редактировать текст, потому что в выделении делается, там, нельзя человек, чтобы выделить кусок текста, значит, удерживает шифт и начинает стрелками пытаться нащупать тот конец. Ну да, дойти до того конца, где там он. Ты понимаешь, то есть он же ведь еще все это время слушает. Одно, значит, неуверенное движение и в тексте образуется каша и тому прочее. Ну, этих примеров на деле очень много. на деле очень много и если с персональным компьютером там в условиях хорошего подключения к интернету там еще можно ну еще лично я это считаю неудобным все равно, ну, там немножко упростим задачу, пусть там это еще как-то, то вопрос комфортности и доступности использования ноутбуков это вообще история отдельно. Я вот такой человек, я со своим ноутбуком не расстаюсь вообще в принципе. Для меня ноутбук это основное то, это место работы. Основное, то есть я вообще в постоянной работе работаю с опциональным компьютером, но без ноутбука под рукой я не могу. Я использую очень маленькие буки, то есть у меня вот была парочка EPC отсутствующих пока они производились, то есть 10-дюймовые. Сейчас, ну, вот, видимо, придется пересесть на 12-дюймовые Lenovo. Ну, потому что EPC все-таки не ушли. Вот, то есть при помощи той концепции, которую мы развиваем, то есть ноутбук превращается вообще говоря в совершенно нормальный элегантный я не поверю из этого слова элегантный инструмент для неградчего человека. Он с ним будет всегда работать и управление всеми рабочими объектами взаимодействия с компьютером производится в понятной, так сказать, в интуитивно понятной примитивной форме. То есть я это могу делать в любой обстановке, в машине, в самолете, на конференции, то есть у меня не болит голова, значит, вот, как бы вот победить вот этот вот оконный интерфейс и более того даже я вот общаюсь со студентами в пункте информатики еще в какие-то те годы, когда у меня приходилось работать с оконными системами, я вот почувствовал на себе вот на такой момент. Ну, у меня был ноутбук, его, сейчас он уже уже не в ходу, ну и вот в компании, значит, общаясь со студентами, мне там надо было что-то сделать. Ну, условно говоря, допустим, надо было написать. ну, я открывал ноутбук, там у меня там стоял значит, Windows, была какая-то программа экранного доступа, значит, я там даже с учетом того, что есть горячие клавиши, я открывал меню, значит, там если горячие клавиши там что-то позволяли делать, там я где-то пользовался, где-то мне все равно приходилось прыгать по меню, вот нажимая, там слушая эти пункты, значит, как я набирал текст и прочее, вот вся эта вот особенная история с выделением текста, ты сидишь и чувствуешь, что там куча твоих, значит, либо коллег, либо студентов, они на тебя смотрят и они понимают, что ты, наверное, человек очень несчастный, потому что вот они видят, что это та же среда, в которой работают они и ты не можешь прикоснуться к мыши и они, конечно, без вежливости молчат, но ты все равно понимаешь, что они думают о том, что этому человеку работать очень тяжело. И я еще напоминаю, что речь идет про вкулья информатики, то есть там, где люди, это вообще говорят, даже там, начиная с первоотурсников, все убеждены, что они профессионалы в области ИТ и виртуозно владеют всеми средствами управления профессиональными компьютерами. Совершенно другая история появилась, когда вход пошел в экспек. Ну, хоть еще миллиарды, пошел у меня бук 10 дюймов. Студент говорит, а надо послать письмо. Надо послать письмо. Значит, одно нажатие заготовка письма, безо всяких лишних движений, значит, я вставлял кусок, который мне надо отправить студента, еще что-то там, контроль-ц, контроль-ц, где Макси, это отправка письма, и это происходило за 5 секунд. Студент, поскольку он, некоторые студенты Макси вообще-то в первый раз он вообще не понимал, что происходит. Я говорю, и лови. Я говорю, и все, я тебе письмо отправил, иди лови, вот читай. Понимаешь, это совершенно вопрос вот чисто самого отношения к управлению компьютером, он совершенно другой. И до некоторой степени вот можно вот уже вот как раз приблизиться к этой вот теме, она может быть чуть-чуть, мы сейчас отойдем от технической стороны, вот вообще вот к вопросу социализации, потому что когда вот человеку предлагается работать в законной системе, конечно, это вообще все вот существующие экраны и чтецы, это вне сомнения, это колоссальное достижение вообще вот в вопросах реабилитации, потому что так или иначе большое количество людей по миру, они смогли решить множество задач, то есть учились, работали и так далее. Но вот эта технология, она не дает возможности вот тебя почувствовать ну не то, что как бы сказать полноценным членом общества, а вот ну будем говорить полноценным членом общества с некоторыми вот особенностями, потому что все равно, то есть так или иначе, когда один человек работает с мышью и он это делает быстро, а ты это делаешь без мыши и делаешь это медленно, ты меня прости, но это все равно дискорритация. Так или иначе, то есть вот вот иллюстрируя тем примером, когда я показывал, то есть что смотрят на меня на факультете, когда я работаю так и по-другому, то есть это вопрос все-таки полноценный, о каком-либо если брать современные ценности, равноправие и прочее, а об этом равноправии речь не идет, ты все равно будешь чувствовать себя не в своем порядке, но тебя будет смотреть как на человека, который что-то в жизни получает не совсем так, как вообще говорят. если ты предложишь ту концепцию, которая будет лучше подходить, то ты предоставишь человеку среду, она будет отличаться от той среды, в которой работают все, но она будет для него комфортной, она будет для него комфортной и до некоторой степени будем говорить о том, что этот человек точно так же получает удовольствие от жизни, конечность цели достигается за сравнимое время, как раньше, что нормальный человек отправляет письмо в графическом интерфейсе и то, что ты отправишь это у себя пользуясь своими быстрыми клавишами и своим текстовым интерфейсом, главное, что ты задачу решаешь быстро и комфортно, цель ты в этом. Понятие комфорта, оно становится другим, надо просто смириться с тем, что понятие комфорта для всех людей оно до некоторой степени разное. Пытаться стараться всеми силами значит человека приспособить к тем требованиям комфорта, которым все, можно, но он при этом комфорт перестает быть комфортным. то есть все-таки мы можем говорить о том, что мы сделаем из ноутбука устройство, которое будет точно так же совершенно нормальным, гармоничным, элегантным девайсом для, просто для не зрячих человек, но он немножко другой, так или иначе мы все в обществе имеем свои какие-то определенные особенности. Вот, этот ноутбук, он будет точно таким же удобным, изящным, с ним будет не стыдно где-то показаться, выйти, но просто условия комфорта, понятия комфорта, они немножко отличаются. Я помню один случай, я летел в самолете, летел из Томска в Москву, и на мне были темные очки, я работал с моим ноутбуком, разговаривал со случайным знакомым, который сидел в соседнем от меня кресле, ну как обычно в самолете бывают, и человек понял, что я ничего не вижу, только когда мы уже вышли из самолета, потому что там было уже абсолютно, я ему показывал фотографии на ноутбуке, я что-то ему делал, но у меня в одном ухе был наушник, ну наушник, и наушник, мало ли, что у меня там наушники, я с ним общаюсь, у меня с противоположительной стороны был наушник, ну да, то есть я ему показывал фотографии, ну человек был не совсем, как сказать, ну не специалист в области информационных технологий, то есть он как-то не особенно обратил внимание на то, что у меня не Windows там, то есть он видел, что я что-то делаю, то есть все что надо, я делаю, ну наверное какая-то такая специализированная профессиональность, но о том, что я ничего не вижу, он сам пойдет, только потом, когда мы уже вышли, было видно, что я без сопровождающего не могу ходить к аэропорту, вот, причем я много чего делал, то есть я вот в частности рассказывал там про то там, где был, ну то есть вообще там про свои профессиональные деятельные, фотографии показывают, совершенно нормально все, вот, и только человек к концу сообразил, что это все-таки не так, вот, ну а в темных очках, то есть не видно, ну да, ну это до некоторой степени еще, конечно, искусство, не глядя, слопать самолетную еду, ну при некоторой степени умелость, в общем-то, это тоже можно делать, да, но так, так, чтобы, значит, соответственно, никто, никто в этом не знает, вот, поэтому, понимаешь, то есть, мне вот это вот направление, оно нравится, то есть оно нравится в том плане, что оно меня делает равным, равным человеком с окружающим, то есть, это как-то для меня вот настоящее, такое, подлинное равноправие, и технически, то есть, составленное как бы вот технического обеспечения, в принципе, мне кажется, над этим можно работать, есть, конечно, большое количество новых, давай вот так теперь немножко коснемся тем, все-таки, что вот мы вот рассказали какие-то определенные преимущества, есть, конечно, определенные ограничения, но, да, которые так или иначе у нас фигурируют эти вопросы, вот не задают, ну, во-первых, конечно, у нас вот этого среда в себе, ну, как мы ее называем, то есть, поскольку она вот живет сама в себе, она до некоторой степени немножко отдаляет человека, может быть, от тех условий, в которых живут все, ну, так или иначе, это происходит, может быть, это не всегда критично, но иногда вот хорошо бы, чтобы не было каких-то вот побочных, ну, не было каких-то вот побочных негативных эффектов, но, значит, ну, эта проблема есть, но я в очередной раз обращаю внимание, что если можно пользоваться Lureen на Windows и так далее, никаких лишений человек не испытает, потому что у него вообще, говоря, его старые привычные экраны и штифиши никто отбирать не собирается, то есть он устанавливает Lureen, он может Lureen делать только те, выполнять только те задачи, которые ему оказались комфортными, то есть, которые оказались неудобно, например, у нас очень много обсуждаем файловый менеджер, я все-таки думаю, что файловый менеджер, например, будет поудобнее, чем что-либо существующее точно, то есть, если ему даже из Lureen оказалось удобен только файловый менеджер, ради бога, то есть, пусть он пользуется только той частью Lureen, которая, которая ему оказалась удобной, если ему при этом надо вот работать в каком-то специализированном программном обеспечении, потому что я знаю, например, точно, что в Windows есть довольно большая группа незначительных музыкантов, то есть, они работают со своими специализированными программными пакетами, и, разумеется, нет там и близко никаких разговоров о том, чтобы пытаться в Lureen повторять 100% на все. Слушай, а, кстати говоря, из каких вот сейчас, что сейчас в Lureen есть, какие компоненты? Ну, я, кстати, тоже ее скажу, что запускал, так немножко там потыкался, но мне, конечно, так сложно ее воспринимать. Ну, там пока не очень много, то есть, фактически, все приложения, которые мы берем на первый релиз, то есть, это почтовый клиент, файл-менеджер, новостник, адресная книга, все виды разных персональных контактов, калькулятор, текстовый редактор, оболочка для чтения офисных документов на основе Апачи-куль, и так далее. Они все, какие там есть, они, это, ну, фактически, это все равно, что пока в статусе прототипов. Работа идет довольно активно, но это пока не готовый продукт, то есть, я, может быть, кого-то сейчас в этот момент зачарую, но, к сожалению, не все в наших силах, чтобы все... Кстати говоря, большая вот у вас вообще команда, как, сколько, так сказать, вообще народу занимается именно вот этим, то есть, ты как координатор... Наша команда, она вообще говоря, очень разношерстная, надо понимать, потому что фактически можно разделить на несколько групп, есть люди, которые помогали, помогают проекту просто в составе из команды от Linux, они помогали решать какие-то сопутствующие задачи, но они, скажем, не работали над конкретным ядром, обеспечивающим речевой вывод. Сейчас, значит, все, что касается сборки, ISO, шептограммы, установки, пакетчевания, каких-то всех работ, там, с Явой, с библиотеками, Явой, разумеется, все это я делаю самостоятельно, то есть, люди, которые хорошо владеют, в частности, мне очень много помогал замечательный парень, Миша Шигорен, он очень много сделал, то есть, фактически вся сборка ISO-шек, она вся через него идет, вот, поскольку это все, это все надо брать, это должно быть готово. Есть определенная группа людей, которые занимаются, ну, так сказать, оформлением, то есть, есть дикторы, которые занимаются тем, чтобы, если есть какое-то голосовое приветствие, оно было профессионально начислено, вот в этом плане, значит, нам помогало диктор эхо Москвы в Томске, Светлана Глазырина, ее голос в записи используется, есть несколько людей, которые занимаются оформлением с точки зрения звуковых эффектов, потому что там не только речь, там есть звуки, в частности, есть люди, которые занимаются именно этим, и есть люди, которые занимаются непосредственно самой средой, но вот помимо меня, то есть, есть еще два человека, которого занимаются непосредственно обработкой опыта на яру, то есть, это один, они живут все в разных городах, мы так вот общаемся и в принципе они помогали мне решать те или иные задачи непосредственно в разработке конкретно той части, которая самая основная, то есть то, что идет на Ява. Есть определенная группа людей, которые по мелочам присылают патчи различные через список рассылки. Ну, в общем-то, это уже непостоянный разработчик. Если ты откроешь у нас на сайте, ты в принципе можешь открыть раздел по автору проекта, там все эти люди, все перечислены как-нибудь, можно увидеть конкретный список. Ну, мы, да, ссылочку, конечно, приложим обязательно. Там они все перечислены, у нас есть коллеги и за рубежом, в частности, вот один мужчина из Чехии даже заинтересовался тем, чтобы переделать Лурейн чешскую локализацию. Я только очень рад, что есть еще попытки не ограничиваться только русским и английским языком. В принципе, вот он уже присылал некоторые переводы на чешский язык. Я, насколько помню, уже тоже, да, он Лурейн лежит на гитхабе или где-то там, да, то есть он где-то доступен. Да-да-да, то есть все, что у вас, все, что есть у нас в работе, оно все находится в открытом доступе. На гитхабе у нас как бы базовый, базовый комплект репозиторий, там все разбито, но довольно мелкие репозитории. Если кому-то интересно, если кто-то хочет что-то посмотреть, что мы делаем, или даже присадить какие-то свои коммиты, в общем-то, все, пожалуйста. Вот. Можно, то есть если у сайта, наш сайт, он честно признаться, тоже еще пока требует доработки, потому что надо некоторые тексты доделать, некоторые скрипты подправить, то есть в общем-то все, любые наши рабочие материалы, они все равно все доступны, потому что конечно, разные люди над этим работают, то есть что-либо спрятать. Ну понятно, и какие у вас вообще дальнейшие, ближайшие, так сказать, планы, когда вы планируете выпустить какой-то уже такой более-менее стабильный релиз для потребления, так сказать, уже более, так сказать, простыми смертными? Ну, конечно, не хотелось бы выходить за рамки этого года. Ну, я честно скажу, что в принципе я предпринимаю довольно активные попытки, чтобы заручиться поддержкой различных людей для будущего участия в проектах, так, чтобы не растягивать появление первой стабильной версии на длительную перспективу, но я оговорюсь, что я, в общем-то, сторонник выпуска, ну, то есть если речь будет идти про первую стабильную версию, будем стараться действовать, конечно, по принципу минимально возможного для того, чтобы хоть что-то получить в стабильном варианте, то есть возможно, что на первую, на программу первого релиза стабильного возьмем вот самые-самые необходимые, то есть чтобы получить, пусть не очень много, но зато в стабильном виде, чтобы уже была вот платформа для того, чтобы ее развивать, пусть там релизы будут чуть более мелкими, пусть это будет какая-то релакция как-то эволюционная, но направление на выпуск первой стабильной версии, оно довольно жесткое. И, опять же, еще комментарии, U-Rain, все-таки это несколько составных компонентов, и, может быть, их стабилизация будет идти по-разному. В частности, если мы говорим про ядро системы, то есть про ту библиотеку классов Java, на основе которых можно конструировать интерфейсы, то она будет стабилизирована очень быстро. Я думаю, у меня вот просто есть довольно жесткая цель ее стабилизировать, вот, может быть, даже про нестабильность. То есть как библиотека классов, ну, потому что если сейчас не прибить гвоздями все программные интерфейсы для разработчиков приложений, то, в общем-то, их, то есть, ну, плавающий интерфейс, в общем-то, это гибель, гибель для всего проекта. И чтобы можно было развивать приложение, вот, чисто U-Rain API, его надо стабилизировать просто в первую очередь, и для меня это программа номер один. Потому что если это не сделать, мы не сможем разрабатывать приложение, или разработка этих приложений будет приводить к ситуации, когда мы просто не сможем консультировать. Вот, поэтому ядро системы стабилизируем довольно быстро, тем более, что там фактически уже в очень хорошем состоянии, надо просто вот пройти что-то доделать. То есть там все, что необходимо сделать, оно больше всего уже сделано. А вот, что касается приложений и сборки уже более-менее полноценной сошки, то там, да, там, конечно. Есть еще, в общем, над чем работать? Есть, 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 безусловно, есть, потому что у нас в Linux нужно еще для, конкретно для Linux версии у нас еще очень много работы над браузером. браузер функционирует вне виртуальной машины Java, и там для реализации доступа к веб-интерфейсу там совершенно другие технологии используются, в отличие от тех, которые, на основе которых консультироваются положения для самого Luray. Но это объясняется просто самой специфической природой веб-интерфейса, потому что веб-интерфейс это, ну, это вещь сложная, ее вот, кроме того, вот, какая она есть в настоящий момент, ее попытаться на что-то переосмыслить, ну, и практически невозможно. Поэтому с ней дело такое не особое. Ну, понятно. Понятно. Ну, что ж, Миша, слушай, я думаю, мы так довольно-таки неплохо отсветили, в общем-то, все, наверное, такие основные моменты, да, даже там же, вот, поэтому предлагаю на этом пока что поставить точку, вот. Спасибо большое, что пришел, было, мне как минимум очень интересно и важно узнать, и я надеюсь, что мы, в общем-то, подняли такие проблемы, которые, о которых надо бы задумываться всем разработчикам любого софта, да, все-таки, вот, и, может быть, кого-то это даже, там, заинтересует. Ну, да, ну, я, в заключении, я просто хочу, отдельно обратить внимание, что здесь до некоторой степени есть задача вывести вот вспомогательные технологии вот из положения чего-то скучного, вот такого вот утомительного, неинтересного, на, ну, на натуральную, передовую грань современных технологий, то есть ее, в принципе, построить программный продукт вот по совершенно серьезным, со современным требованиям, то есть, в пользу с всеми возможными технологическими достижениями, какими мы на текущий момент обладаем, потому что до некоторой степени все-таки те вспомогательные решения, которые есть, ну, это очень специфический софт, я не знаю, я бы его не назвал бы вот вот прямо вот интригующим, вот современным, то, что он не вызывает технологического восторга, это точно, а в той комбинации, в которую, в которую пытаемся сложить мы, мне кажется, можно все-таки думать о том, что это будет современно, стильно, до некоторой степени тут, ну, до некоторой степени здесь есть пространство для хитрости, ну, так сказать, управления, юзабилити, то есть для, вот если вот есть какие-то у человека задатки, так сказать, ну, такой вот смекалки, вот, практичности, то здесь все это становится очень востребованно, и это все довольно интересно, то есть здесь можно говорить о том, что вот эта сета технологии, эта сфера становится современной, окружающей современной тренды, интересно. Ну, что ж, да, пожелаю тебе успехов в развитии проекта, вот, еще раз спасибо, что пришел, всем спасибо, что нас слушали, и до новых встреч, пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok